Привет, дорогие друзья, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы моё отдельное вам. Здравствуйте! Поговорим о пиратах Нине и Вовчике. Вы знаете, не перестаёт меня удивлять эта дамочка. Я думала, что вот этот максимальный её удел, да, это бесконечное приготовление еды и её уничтожение. Но нет, когда Инна начинает, Нина, вернее, извиняюсь, начинает разговаривать, это что-то. В этот момент хочется сказать, пожалуйста, закройте ей очередной отбивной рот, не надо ей гладить, отвлекаться от процесса приготовления, либо уничтожения. И просто молчи, потому что на большее ты не способна. Но нет, она решила встать на защиту Содаковой и подтопить Кривенко. Как это выглядело, сейчас и поговорим. Но начало её перла, это было нечто, ребят. Я достаточно крупный блогер и имею своё весомое мнение, к которому прислушиваются. Это было что-то. Мне хотелось спросить, Нина, очнись, девочка, в каком месте ты крупный блогер? И опять-таки, кто эти люди, кто прислушиваются к твоему мнению? Больше глупостей я не слышала. Твой муж тебя, собственно, игнорирует и не прислушивается к твоему мнению. А ты себя возомнила каким-то там достаточно крупным блогером и в каком-то там месте весомым. По факту, ребята, это просто слёзы. Наверное, Нина немножко не понимает, кто такие весомые блогеры и какое они имеют на кого-то влияние и чьё мнение ценно. Но явно Нина, да, не входит в пятёрку, в топчик там лидеров. То есть даже, скажем так, Содакова нельзя назвать каким-то весомым, крупным блогером. Но Нина со своими, там я не помню, 30 или 40 тысячами, да, это действительно серьёзный-серьёзный блогер, у которого всё впереди. Далее, да, ребята, она начала рассказывать о том, что многие люди подвержены влиянию толпы и стадный эффект, начинаются гонения. Вот здесь как она, бедняга, старается выслужиться перед Содаковой. Наверное, в обмен на бесплатную рекламу. А может быть, поднимая ситуацию с Содаковой на её фоне, она пытается выглядеть вау и показать вам, видите, вы же тоже вот так вот меня догнобите, а я держусь. Представляете, каково мне оказаться на месте Инны? Опять-таки, да, она не рассказывала, что это Содакова. Но вот эти намёки, да, и при этом она вроде её как защищает, но не забывает, конечно же, и подосрать. Как она сказала, я, в отличие от этого блогера, конечно, никогда никого не проклинаю, не желаю смерти. И сразу становится понятно, что это вопрос о Содаковой. В очередной раз Нина попыталась им выглядеть лучше на фоне Содаковой. Хотя, товарищи, ну куда там ещё на фоне Содаковой выглядеть лучше? По факту, они действительно достойны друг друга. Ну и далее, да, когда она обвинила людей, это выглядело смешно. И рассказывает о том, что вы видите в наших роликах то, что хотите. Нет, Нина, мы видим в ваших роликах то, что вы показываете. Не показывали бы вы этого, и мы никогда бы об этом не узнали и не увидели. Поэтому, в первую очередь, да, если в тебя кидают камни, стоит задуматься, почему же столько камней летят именно в ваши персоны. И может быть, стоило где-то прислушаться к зрителям, да. И нормальный блогер так и поступает, потому что понимает, благодаря зрителю он получает зарплату. Но не в случае, да, пиратов. То есть, они идут по принципу, а нам плевать, мы гнём свою погоду. Но и догнулись до того, что у них дизы в разы превышают лайки. По большому счёту, я понимаю, что на этом канале хомячков раз-два и обчёлся. И куда тебе ещё не напортить свою и так, скажем так, испорченную, подмоченную капитальную репутацию, встревая в конфликт между Кривенко, да, и Судаковой. И при этом, да, она утверждает, бьёт себя пяткой в грудь, что она не сплетница. И вот этот момент, женщины любят распускать сплетни, но я никогда этим не отличалась. Мне просто интересно, да, Нина, мы так и поняли, что никогда лично ты не распускала никаких сплетен. Тебе просто интересно, и поэтому ты интересуешься и влазишь, мочишь свою пятачину в этот конфликт между Кривенко и Судаковой. И не забываешь на этом словить хайп, хайпануться, да, и притянуть хоть какое-то к себе внимание. Далее, ребята, да, меня опускают люди на свой уровень, потому что завидуют. Вау, это действительно, я не знаю, цитата года. В каком месте адекватные люди могут завидовать таким подобным, да, персонажам, как пираты? Вот объясните, товарищи, я и хомячков их читаю. И пытаюсь всегда здраво понять, ну, почему здоровый, психически адекватный человек может им позавидовать. Вот этой жизни, это действительно день сурка. Встала, вот, я не знаю, своей грудью колыхает перед экраном. Вот это все вывалило на всеобщее обозрение. И такое ощущение, что даже в этом она троллит собственную аудиторию. И, кстати, когда женщина в таком виде появляется, хомячки, я вам отвечу. Это в первую очередь неуважение к вам. Она дает понять вам, что недостойна вот того, чтобы она себя привела в порядок. И вот выходит, да, вот, ну, я не знаю, я не хочу ее оскорблять, понимаете, я хочу корректно. Выходит, скажем так, эта женщина вот в таком вот обликом урале. И начинает готовить целый день еду. И потом тут же показывает, как она целый день эту еду поглощает. И вот у меня вопрос, чему можно позавидовать. Наверное, тому, как она массово это все в себя вкидывает. Или позавидовать ее аппетиту, что она в состоянии съесть больше, чем любимый ее муж. Ну, то есть, объективно, да, никто не отвечает на вопрос, чему можно позавидовать у пиратов. Далее, ребята, она пошла еще дальше, когда рассказала о том, что на заводе легче, чем на ютубе. Вдумайтесь, она еще предъявила зрителям, что вы нам пишите завод, завод. Вы на заводе, да, свою смену отработали, пришли домой, и вам пофиг на все. Вы, типа, абстрагировались и живете дальше своей жизнью. А нам-то, как беднягам, тяжело, вдумайтесь. И началось, нам нужно бороться. Здесь каждый день борьба за место под солнцем. Каждый день появляются новые блогеры, а еще те, кто рожей не вышел и пытается хайпиться на тебе. Нужно находить себе силы, чтобы оставаться на плаву. Хотелось сказать, Ниночка, побереги себя, побереги Вовчика. Зачем вам такие психологические напряги? Хватай Вовчика и айда на станок, на завод, поработай. И будешь свободно, будешь приходить в свободное время и абстрагироваться от завода. Ребята, вы знаете, когда сидят два увольня, которые, не знаю, в своей жизни, наверное, ничего тяжелее, тарелки и ложки не держали. Которые действительно, да, сидят и живут за счет этих денег на ютубе, живут за счет своего фрик-шоу, которое они показывают. И рассуждают, что на заводе легче, они бедные и несчастные, так идите, поработайте. Но хотя бы так, да, для смены контенту, возможно. Хоть кто-то бы увидел какое-то шевеление, да, не вот эти бесконечные, занудные мукбанги. Это, конечно, было просто за гранью добра. А когда Нина рассказала о том, что если рожей не вышел, мне хотелось сказать, Нина, ты свою рожу видела? Вот реально, объективно, здравомысляще, адекватно. Ты свою рожу видела со стороны, когда ролики монтируешь? Когда ты рассуждаешь, что кто-то рожей не вышел, ты в первую очередь посмотри в зеркало на себя. Посмотри на своего красивого, прекрасного мужа, в кавычках. Посмотрите на ваше публичное поведение, на себя вообще в общем со стороны. А потом давай уже кому-то характеристики, кто вышел рожей или нет. Умные люди сидели бы и в две дырочки сопели. Но Нина вставляет свой пятак по любой теме обязательно. Далее, ребята, последние новинки, это, конечно же, пираты приобрели микрофоны. И Нина сказала, что всех целуют в сиськи. Вот здесь у меня возник вопрос, наверное, начался новый виток в ее жизни. Осеннее обострение никто не отменял, и у Нины оно прогрессирует. Мне хотелось сказать срочно руки в ноги и бегом к врачу за какими-нибудь препаратами, релаксирующими, чтобы Нина могла расслабиться. Потому что тот бред, который несет эта женщина, нормальный человек воспринимать просто не может. Далее, да, с этими микрофонами это ужасный звук, ужасное зрелище. Но Нина здесь сказала, как она о нас заботится, как о зрителях, а другие блогеры на нас болт ложат. Вот им все равно, какой звук. А она действительно старается. Представляете, ребята, труженик года, все для вас любимое. Далее отметила пиратка, что они задают тренды YouTube. Вот это было для меня все, последняя капля. И хотелось сказать, девочка, спустись с небес. У вас просмотров по 10-12 тысяч. Какие вы там тренды YouTube задаете? В каком месте вы их задаете? Такое ощущение, что ей слава снится, да, что у нее там глобальные серьезные просмотры. И она действительно в это верит, в какие-то там тренды YouTube. А ты, Нинок, побегая по мукбанистам, не только по Судаковой, потому что она на дно идет вместе с вами. А ты побегая действительно по мукбанистам и посмотри, где у людей собираются от 40 тысяч и выше просмотром под каждым роликом. Это я тебе маленькую тайну открою. И они на себя не вешают, да, такие какие-то заслуги и не рассказывают, что они задают тренды YouTube. А ты, конечно, всемогущая. Ты все создаешь и задаешь. Далее, да, ребята, смотрела, как Вова ест, еще и при этом микрофоне. И мне становилось настолько смешно, настолько весело. Вот это, да, перекидывание еды во рту, я не знаю, как это правильно назвать, но это что-то. И мне хочется сказать, дорогие товарищи, вы себя со стороны видите. Вот Вовчик, он пытается за умного канать, да, умного из себя строит. А он видит, насколько смешно и убого он выглядит в кадре. Ведь это реально просто ходячий анекдот, никак не меньше. Ну, ребят, вот это все, что я сегодня хотела сказать. Конечно же, продолжение следует. Пока, до новых встреч.